Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эффлер, природоцелитель. Мы говорим о здоровье и продолжим говорить о метаболизме, того, что мы в себя помещаем. Все время возвращаюсь к этой теме с разных сторон. Не в оправдание, но хочу просто показать вам, точнее, с самого начала, чтобы вы задумались. Ведь у нас никто нормально, официально не может или не хочет, непонятно, нормально расписать, как именно проходит метаболизм различных якобы пищевых субстратов, которые принято в себя помещать, которые допущены государством к продаже. Я вхожу в продовольственный магазин, туалетную бумагу, например, купить можно все-таки, или минералочку все-таки, да, можно. И, ну, так я уже не хожу ни по каким-то отделам, ну, фрукты чуть-чуть иногда смотрю, но это, как правило, в самих магазинах намного страшнее и ужаснее, чем все-таки на лотках. И ведь вот эти якобы пищевые продукты, они допущены официально, то есть их продают, и хотя есть уже научные всякие изыскания, данные о том, что практически все это ведет и к наркотической зависимости, и к гниению, брожению, и к болезням, ну, все это пока фрагментарно, там, как бы предположение, ну, естественно, наука, она занимается тем, что неизвестно, и вот пока все как бы неизвестно. И тут же одновременно известно, что вот это все вроде бы все и можно. И поэтому просто не удивляйтесь, что копаемся все время в метаболизме, потому что, ну, это тоже будут как бы предварительные такие данные, просто они не идут в разрез с нашими обычными догмами и программами, которые ведут к болезням. Ну, или, по крайней мере, почему-то очень вот сопряжены, то есть вот такое питание и вот такие-то болезни, да. И приходится идти в том числе от ума, да, что, может быть, не очень правильно, но поскольку все здесь принято действовать от ума, особенно, ну, у людей западного типа, в западном обществе, мы как бы вот, ну, пытаемся какие-то другие программы показать. Поэтому вот сейчас я поговорю о, еще раз, в общем, о метаболизме. В общем, да, значит, нам надо просто разделять то, что вот метаболизм нужно рассматривать и учитывая, и что мы сделали с этим субстратом, то есть был он термически обработан, либо нет. Ну, там даже важно и при каких градусах, какое времени, ну, пока просто разделим, да, сырое и мертвое, там, да, термически разложенное. Но нам нужно будет, и что касается мертвого, там уже, в принципе, не важно, была это плодовая часть растения, либо это была травка, либо там овощ, ну, точнее, какой-нибудь корнеплод, то есть подземная часть растения, его, по сути, основное, как бы, тело, да, а там уже то, что оно дает наружу, это как бы его, ну, как будто эфирное. Это же очень интересно. И здесь вот я обязательно потом нарисую схемы, да, чтобы вот это все показать, что нужно учитывать. И давайте разделим, значит, что касается мертвого еще раз, да, то есть там уже происхождение, оно имеет, ну, смысл только животное происхождение, грибное, растительное, да, то есть, естественно, что, я уже не устаю повторять все-таки, что все термически разложенное наши ферменты не видят, мы не приспособлены для этого, мы не гнилосные бактерии и не грибки, вот, это не наша функция в этой жизни разлагать мертвое, да, как бы, поэтому просто не наделены этим. Поэтому с этим, как бы, понятно, будем потом обратно еще много говорить, как много приносят болезни именно и проблемы именно то, что вот гниет и бродит мертвое, и какие там и канцерогены, и яды образуются в результате термической обработки. Но вот с живым, да, там тоже вот не все так просто. Ну, сырые животные продукты не так уж много человек ест там, ну, может быть, сырая маринованная рыбка в небольших количествах, в принципе, это еще, ну, тоже, но, опять же, сырые животные продукты, они также не видны ферментами, ну, я предполагаю, просто вот, ну, человеку подсказка была от природы, что, ну, вот, бегать за зверями и пытаться их скушать, это вот не его, что у него, да, есть намного приятнее пища, которая ему дана, вот. Но вот с сырые животные продукты можно тут даже отнести и яйца, и, ну, тоже сырыми яйца мало у нас, кто употребляет, и молоко, да, это, ну, может быть, что-то на молоке, какие-то там закваски. Опять же, да, они не видны ферментами, но они, конечно, проскальзывают быстрее, вреда они приносят меньше, но все равно там идут процессы и гниения, да, в белковой части, и вот частично там может попадать и пептиды, и молекулы белковые, то есть оно уже не разлагается, и если особенно дырявый кишечник или вот подвздошный, там проницаемость больше, там так, ну, вот придумано, туда не должны идти белки, тем числе там животного происхождения, там вообще они уже не должны идти, там должны идти аминокислоты. И вот тут тоже будут возникать проблемы, а в толстом это все еще все равно подгнивает, да, достаточно серьезно, что касается там того же творога, либо сыра. И, значит, из живого, да, то есть, ну, когда говорят, вот сыроеды, кто же живым питается, здесь вот, ну, забывают о том, что, ну, вообще-то животного происхождения продукты тоже некоторые едят, да, какие-то морепродукты. Ну, кстати, такие люди, которые там вот морепродукты сырыми едят в каких-то странах, они, конечно, живут дольше, они здоровее, да, не потому, что они их едят, а потому, что они не едят термически разложенные эти же продукты. Ну, вот тут вот очень интересный момент, и ученые то ли специально, то ли по заказу обманывают, и вот как бы вот одни и те же данные можно интерпретировать по-разному, да, и это очень-очень интересный такой казус. И сырые продукты дальше же можно рассматривать уже, ну, с грибными там тоже они не усваиваются, ну, ладно, это не основная пища, пусть дальше будет нам важно посмотреть растительное. Вот с растительной пищей сырой, здесь вот уже не раз я повторяю, тоже не все так просто, потому что есть, вот здесь очень важно учитывать именно происхождение уже какой части растения. Вот об этом, конечно, ну, мало кто задумывается, кто только вот больше, может быть, об этом могут рассказывать люди, которые перешли в свое время с сыроедения на фруктоедения, ну, может быть, пошли куда-то дальше, да, там, на сокоедение, на неедение, да, и потому что вот для таких людей, конечно, кое-что новое открывается, что это совсем разная. Мякоть плодов, например, да, собственно говоря, вот когда я говорил, как переходит до сыроедения, часто переходят, вот убирают как раз сырые даже животные продукты, но там остается еще, там, проростки, орехи, вот там замоченные семена какие-нибудь, да, и там, ну, суки трав или, может быть, просто там травки и различные овощи. Овощи – это не плодовая часть растения, это вот и листья капусты, например, корнеплоды там, да, различные, это то, что растение не на, не в качестве ребеночка, да, вот это себя как бы отбрасывает. Это важно, потому что, вот видите, здесь происхождение можно смотреть, во-первых, да, какой части растения в плане, что это плодовая часть, либо не плодовая, то есть это ребеночек, либо это своя структура, да, плюс в самой плодовой части нужно смотреть, это мякоть плода, либо это косточка, содержимое косточки, то есть семя, то есть это сам зародыш, ну, и там кожура, которая тоже, ну, часто не переваривается, да, и как бы тут тоже нужно смотреть, наша-то задача поместить в себя то, в той мере, то есть в той порции, которая может быть переработана в 12-перстный до мономеров, мономеров, то есть аминокислот, жирных кислот, это из масел и триглицеридов, и мономеров углеводов, это там глюкоза, фруктоза, может быть, еще какие-то там, я думаю, что по углеводному обмену там еще будет копаться, много чего нового откроют, а то пока застряли на этом инсулине, да, сахаре тут как бы всех только путают, и вот видите, ладно, что мы отделили плодовую часть от неплодовой, нам еще в самой плодовой надо посмотреть, да, как я это вижу, что ферменты наши видят плодовую часть, то есть они работают с белками, маслами и углеводами крупными, да, вот в плодовой части, и работают также с белками, маслами, углеводами не плодовой части, но по-разному там разный механизм, и это тоже вот, это для меня открытие, понятно, что на это все будут говорить, где это взяли, это так понятно, взял из себя, из своего опыта и своих как бы замеров, и всего лишь делюсь этой информацией, информацией, и там еще копаться и копаться дальше, ну это просто, ну она, эта информация работает на практике, и как бы я уже теорию подтягивал под практику свою и других, и то, что я вижу, а не где-то прочел и так теперь живу, да, как это принято у нас, и живу так себе, да, как бы, но зато ведь по-написанному, ведь ну так сказано, и как все пациенты часто говорят, но ведь говорят, но ведь говорят, говорю, да вы на себя-то посмотрите, мало ли что там говорят, они уже, может, умерли, кто это проговорил, вы сами-то себя спасать собираетесь или нет? И вот видите, разный метаболизм, вот это как бы плодовой части и неплодовой, он вот очень-очень интересен тем, что как раз неплодовая часть растений в сыром виде, видна другим, там работают другие ферменты, потому что там вибрационно это немножко другое, да, это как бы тело растения, а не его плод, и там идет задача в том, что просто так вот эти мономеры, они не проходят в клетку, ну, не запланировано этого, туда должны проходить именно мономеры в плодовой части, и их сопровождают уже определенные как бы вещества, например, инсулин сопровождает вот мономеры углеводов, то есть там тоже глюкозу, неплодовой части растения в клетку есть, поджелудочная вырабатывает что-то и какие-то и для мономеров белковой части и масляной части, да, то есть это, по сути, в клетку приходится запихивать специальными механизмами, и там эта клетка сама цитоплазма не понимает уже, что с этим делать, это идет митохондрия, и по сути, ну, буду еще это изучать, но уже не один я уже об этом говорю, что эти митохондрии вообще захватчики, и, ну, во-первых, они закисляют организм, это просто бактерии внутри клетки, ее, по сути, ее вот, какой-то механизм ее кормит, она гадит, там висит, какает, говорит, что она там дает какую-то энергию, ну, если измерять биолокационно, смотреть конечное энергетическое садо такого метаболизма, то есть сырых трав и овощей, то он отрицательный, говорит, ну, там много полезного, ну, да, там какие-то минералы, там, может быть, и чистка там запускается, но что касается питательной части, это минус, то есть это вообще кормит кого-то другого, а мы вспомним, что у нас бактерии, там все эти представители, да, ну, именно когда это не дружественные микробиоты, они, по сути, являются инструментами откачки энергии, и получается, что кто-то, может, подсказал человеку, да, какая-то программа появилась в определенной стадии эволюции, да, и, может, какие-то захватчики, не понимаю, кто подсказал, что давайте-ка будем не сырые, не мекать плодов есть, а вот сырые овощи и травы, хотя они не очень, конечно, вкусные, ну, вот, давайте попробуем, и вот попробовали, и, собственно говоря, да, можно рассматривать это как лечебное, это не пища, это используют как бы лекарства, да, вот соки растений, концентраты из трав и из, там, ну, каких-то корешков, ну, нам нужны именно экстрактивные вещества оттуда, а вот когда мы начинаем пытаться этим как бы напитывать себя, ну, тут не выходит, может, поэтому потом решили, давайте мы будем это теперь варить, потом уже и жарить, ну, как бы чем дальше, тем хуже, да, и сейчас вернусь я вот к плодовой части растения, значит, да, все хорошо, там мономеры плодовой части растения идут в клетку, все уже чудесно, все, все обрадовались, потеряли руки, семена, орехи, будем все это есть, ну, не тут-то было, когда разбираешь подробное, что с семенами и орехами, сколько там ингибиторов различных, сколько там, по сути, отравляющих веществ, и многие даже все еды знают, что там ореха не больше, там, одной штучки, там, да, к примеру, то есть ограниченное количество всего этого можно, ну, семян, ну, просто так семена мало, кто есть бобы, да, кто их и замачивают, и пытаются поращивать, я говорю, сейчас в сыром виде хоть как-то, но все равно там остается, как бы, отравляющие вещества, но еще самое интересное, что, сколько это ни жуй там, да, особо, там все равно не получается добраться ферментом до всего содержимого, вот, цитоплазмы этих клеток, и вот это месиво, оно, ну, там реально, вот, когда я измерял это биолокационно, там, ну, речь идет 1, 2, 3, 4 процента, там, по разным, по углеводам побольше, а белки и масла-то практически вот до 2 процентов, там, получается, обработают, то есть взять, да, все остальное идет, и белки гниют, углеводы бродят, а масляная фаза, там, как бы, в толстом кишечнике, грибками обрабатывается на самом деле, в общем, ну, опять, опять не обработали, да, а все, что мы не обработали, обрабатывается другими, вот, как закон такой нашей пищеварительной, внутренней нашей среды, и вот не получается тут вот с зародышем, его содержимым, пока получается только с мякотью, точнее, даже с сока, вот, мякоти, ну, и небольшие дозы мякоти, плодов, это не потому, что я так где-то это прочел, и не потому, что я к этому пришел, и даже не потому, что это вкусно, в принципе, почему это, что здесь плохого, непонятно, можно подумать, что что-то для нас есть вкуснее, из натурального, только не надо, да, вот, соль, там, после варки, жарки, специи, там же в основном у нас люди едят соль, специи, там, ну, корку какую-нибудь, а даже вареное мясо, это просто без соли, так особо-то никто и не спешит есть, поэтому будем, вот, говорить еще более детально именно про метаболизм, и в зависимости от происхождения и переработки, да, и опять будем возвращаться к тому, что у нас химия нелинейна, что у нас внутри общаются все, как бы, на полевом уровне, да, не просто там, я глюкоза, у меня столько-то там атомов, там, ну, идет, как бы, вибрационное взаимодействие, то есть ключики к замку подбираются, и все это живое, оно, как бы, и ферменты, и мембраны клеток, и, как бы, ну, вы можете посмотреть много, есть такие микросъемки, где все это показывается, как там друг друга, вот, и все, трогают, щупают, узнают, и будем, конечно, в этом дальше копаться, и нельзя игнорировать то, что, ну, биохимия намного, как бы, вот, интереснее, многограннее, многомернее, да, меня зовут Андрей Широков, природа целитель, клуб Эйфля, www.effler.ru, спасибо вам за внимание, надеюсь, не страшно погружаться, я вот с этим погружением в метаболизм, особенно, да, уже разных частей растения, я, конечно, пока себя чувствую так несколько одиноко, потому что есть люди, которые, да, понимают, что вот овощи, травы, что-то это, ну, несъедобно вообще-то, да, так, если почистятся, а вот почему, почему, ведь, ну, хочется же вот разбираться, хоть на каком-то уровне, вот это вот никто, я не вижу, чтобы вот в этом, как бы, кто-то копался, кто вот со мной хочет покопаться вместе, составьте мне компанию, чтобы мне не было одиноко, всего хорошего, до встречи.